Сегодня в Красноярске премьер-министр России, который продолжает рабочую поездку по регионам страны, принял участие в церемонии открытия нового учебного корпуса Института нефти и газа. С преподавателями и студентами глава правительства обсуждал самые разные темы, в том числе жилье для молодых специалистов и получение работы после вуза. Сегодня Владимир Путин посетил Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, созданный в рамках национального проекта здоровья. Теперь одновременно уникальное хирургическое лечение смогут получать 150 взрослых пациентов и 17 детей с самыми сложными диагнозами. И подробнее обо всем в репортаже Павла Пчелкина. 10-11 человек на место. Такой конкурс в вуз в первый же год его работы говорит о многом. Причина в том, что сегодня здесь вместе с нефтегазовыми компаниями будут готовить специалистов необходимых отрасли завтра. Такая система практически гарантирует в будущем выпускнику перспективную работу, а нефтегазовым компаниям квалифицированы кадры. Кстати, решение о создании вуза принято при непосредственном участии Владимира Путина. Он бывал здесь на закладке фундамента и позже, во время строительства. Сегодня ему показали новенький корпус, построенный всего за полтора года, где студенты вуза будут обучаться в лабораториях, оснащенных самым современным оборудованием для исследований. Институт – плод совместных усилий правительства России, компании «Роснефть» и руководства Красноярского края. Неплохой пример сотрудничества власти и бизнеса. На встрече со студентами Путин дал понять – институт появился вовремя и в нужном месте. У нас очень хорошие традиции в сфере подготовки специалистов этого профиля. Институт Губкина в Москве, Горный институт в Петербурге и вот будет в Сибири. И это очень хорошо, потому что это значит, что площадка подготовки кадров приближена максимально к зоне, так условно говоря, боевых действий. Потому что именно в Сибири, особенно в Восточной Сибири, мы планируем развернуть большие масштабные работы. Во время встречи в основном говорили о проблемах. Один из преподавателей пожаловался Путину, что его диплом, полученный в одном из лучших университетов США, по закону не дает ему права на получение грантов на исследование в России. Возможно ли надеяться, что вот та степень, которую я получил в Америке, которая вообще-то в мире признана везде, можно ли надеяться, что она как-то, я буду в правах уравнен? Премьер переадресовал вопрос министру образования. Я думаю, что мы в ближайшее время в этом году этот вопрос решим. Хотя бы на пути к достижению этой цели, надо уравнять таких людей в правах по поводу получения различных грантов, участия в конкурсах и так далее. Вот это точно в состоянии. Вы в состоянии сделаете, сделайте, пожалуйста, это быстро. Есть в Красноярске проблемы и со студенческими общежитиями. Правительство намеревалось построить для университета целых три жилых здания для студентов. Кризис внес в бюджетные планы коррективы. Строительство отложено. А Путин пообещал, деньги на жилье будут. Миллиард 200, ну край, наверное, даст 400 миллионов. Мы из бюджета направим, из федерального 400 миллионов. И поскольку это институт нефти и газа, поговорим с кем-то из наших ведущих нефтегазовых компаний. Считывали студенты на то, что многие работодатели очень настороженно относятся к двухуровневой системе образования, внедряемой сейчас в России. Часто не принимают на работу выпускников со степенью бакалавра. Скажите, пожалуйста, как можно повлиять на эту ситуацию? Потому что студенты понимают, что двухуровневая система образования – будущее. А наука это понимает. Ну, как вот объяснить роботодателям, что действительно это такой важный процесс? Почему-то, видимо, многие считают, что вот эта двухступенчатая система, она людям, которые получают образование в рамках первой ступени, не даёт полноценного высшего образования. А это не так. Это полноценное высшее образование. Поэтому на время какое-то нужно. Нужна работа с потенциальными работодателями. Студенты задавали самые разные вопросы, в том числе и о том, какое дополнительное образование хотел бы получить сам премьер, если бы у него было на это время. Путин с улыбкой дал понять, что для работы ему образования вполне хватает. Однако он очень интересуется тем, как зародилась и живёт Вселенная и наша планета. Очень интересуется историей России. Каковы интеллектуальные и духовные факторы её развития. Чуть позже премьер отправился в Федеральный сердечно-сосудистый центр, также построенный в Красноярске в кратчайшие сроки. Клавврач центра продемонстрировал Владимиру Путину готовое к работе оборудование для операции и выхаживания больных. Палаты на одного и двух пациентов. В них персональное оборудование для каждого больного. В штате центра высококлассные хирурги и врачи. Один из них буквально на днях приехал из Новосибирска. Я недавно был в Кабаринске. Смотрят, вы тоже в Кабаринске смотрят. Мы Калибина, ладно. В Новосибирске все вы развеетесь, каковы на Новосибирске-то будут работать? В Новосибирске очень много специалистов. Здесь такое мощное здание. Все процедуры, которые на сегодняшний день являются, будут делаться здесь в Красноярске. Всего в центре будет работать 736 специалистов. По словам главврача, штат пока не укомплектован до конца. Но отнюдь не из-за недостатка желающих работать. Наоборот, их очень много. Сейчас выбирают лучших. Павел Пчёлкин, Владимир Герасёв, Дмитрий Зельвянский. Первый канал. Красноярск. Красноярск. Красноярск.